Россия должна активизировать все силы на фронте, чтобы про перемирие ее просили. Это пропагандистка Ольга Скобеева сказала на одной из недавних программ. Она чуть ли не впервые вслух произнесла, что Российская Федерация о войне может и проиграть, и что за этим последует суд для всех без исключения, а Россия будет выплачивать репарации Украине. Виноватыми будут все, заявила она. И вот чтобы этого не допустить, Скобеева призвала все силы бросить на фронт. Надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира, подытожила пропагандистка. Почему в российском обществе уже не верят так в победу, как менялась риторика, поговорим далее с Ильей Шипелиным, российским оппозиционным журналистом. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Вячеслав. Илья, вот вспомним, как та же Скобеева в первые дни полномасштабного вторжения России зачитывала вот этот фейковый указ Шойгу о том, что, да, вот, может, вы тоже помните, там, распорядок дня, обед, взятие Киева, парад на Крещатике, концерт Газманова. Концерт Газманова на Крещатике, да, совершенно верно было дело. Да, и вот, то есть, и теперь пришли к тому, что, а может, и мы, если не победим, то есть вот такие опасения. Почему пропагандисты вот перестали держать эту победную линию, хотя, казалось бы, ну, держите вот все равно. Но они же все равно говорят на черное-белое. По большому счету для них-то ничего не меняется. Почему вот перестали? Ну, смотрите, если линия фронта не держится, даже так, как она держалась два месяца назад, я уж не говорю, как она держалась у них в фантазиях в феврале-марте этого года, то почему должна держаться пропагандистская линия? Нужно, конечно, зрителя, нужно аудиторию готовить к каким-то другим вариантам, нужно менять риторику, потому что вот так не получилось. Сначала хотели обойтись без военной мобилизации, в итоге получается, что нужно и общество каким-то образом пытаться заставить людей, которые просто сидят перед телевизором, которые просто открывают банку пива, сидя на диване. И вот на этом у большинства россиян вся вовлеченность в эту военную кампанию, она и заканчивалась. Теперь нужно для них обозначать «нет». Для вас ничего не закончится тремя выпитыми банками пива, для вас ничего не закончится тем, что будет проиграна эта кампания, Гага доберется и до вас, в том числе и на вашем диване, где бы вы ни сидели, где бы он ни был продавлен, ни в каком бы там ни было городе. Поэтому необходимо какую-то новую добавлять в струю агрессии для того, чтобы люди как-то начали думать, что их касается эта война. А вот я понимаю, конечно, что в Украине по делу, да, злоблены россиянами, которые ничего не делают, с военной агрессией, которая выплескивается на вашу страну. Но так или иначе, большинство россиян войной это не заинтересовано вообще. Вот не более как зрители, которые созерцают на диване, как-то в ней участвовать. Они, конечно, не хотят, не хотят, чтобы их родственники в этом участвовали. И, в общем, это касается только людей, которым либо не повезло, либо которые зарабатывают на этом большие деньги. Поэтому нужно каким-то образом вот десятки миллионов россиян, которые просто за этим смотрят со стула, с кресла, нужно каким-то образом их вовлечь. И для этого нужно разжечь эту агрессию. Раз не получилось один, два, три раза, нужно теперь пугать, что всю Россию посадят. Людей, которые находятся за границей россиян, их тоже будут арестовывать. И вот помимо Скобеева и в те же самые дни Маргарита Симоньян, главный редактор канала Раштедея, она говорила абсолютно те же самые вещи и сказала, что любой дворник, который метет брусчатку внутри Кремля, его тоже ждет Гага. Но, правда, я не знаю, вот... Несколько лет назад... Это Евгений Пригожин, и он же глава ЧВК «Вагнер». Кто же этот самый... Кремля, которому стоит описаться за свою жизнь, я думаю, тоже человек не последний должен быть. Ну, конечно, это попытка вот каким-то образом напрячь аудиторию для того, чтобы она не только слушала, но и там, не знаю, жертвовала деньги, значит, шла на фронт с удовольствием, умирала там за Путина. Но это пока что не получается. То есть, если вы читаете какие-то телеграм-каналы из «Эдпатриотов» российских, то они, вот вроде Захара Прилепина, каждый день они орут и возмущаются, что почему-то большинство российского народа не так трогает эта специальная операция, и, не знаю, люди, которые поют про эту войну, они не попадают в топы музыкальных рейтингов и так далее, и так далее. Поэтому вот еще одна попытка найти какие-то слова, которые заставят людей подняться с дивана, ну, не под гимн России, но вот на какую-то эту священную войну, которую они пытаются до сих пор объявить из администрации президента. Но готов спорить, что и этот тезис тоже не поможет, и там через полторы недели ваши продюсеры будут звать меня в эфир, чтобы обсудить какую-нибудь очередную ерунду, которая по методичкам будет расходиться по российскому телевидению, потому что вот эта ерунда про Гагу, про то, что нужно сейчас сплатиться, она опять не сработает. Вот вы, кстати, вспомнили об этой ерунде Симонянда, вот она, кстати, тогда, да, упомянула об этом дворнике, то есть она, по сути, хотела сказать, что вот каждого коснется это, то есть даже вот, по сути, те люди, которые сейчас безучастны, или вот, как вы сказали, просто сидят перед телевизором, продавливают диван и пьют пиво, или, может, даже те, кто внутри себя, даже против войны, но сказать об этом не хотят, то есть нет ли здесь определенной попытки в ее словах, что называется, замарать всех кровью, то есть сказать, что вот вы все будете отвечать, независимо от того, поддерживайте войну, не поддерживайте. Само собой, дескать, все находятся на одной тонущей лодке, с нее, может быть, какие-то крысы, значит, убежали за границу, но вот вам уже всем придется собраться и затыкать щели вот у этого тонущего Титаника для того, чтобы каким-то образом его спасти, но, к сожалению, для Маргариты Симонян, это вот она хочет, чтобы с ней на скамье в Гаге оказались какие-то еще люди, и в ее понимании миллионы, чтобы они ассоциировались с ней, но вот не надо примазывать к своим преступлениям десятки миллионов людей, да, там тысячи в этом деле, наверное, должны будут поучаствовать, но так или иначе, ей, конечно, хотелось бы, чтобы ее и поддерживали, чтобы с ней на скамье сидело намного больше людей, чем участвовать в этих преступлениях реально. Да, чтобы скучно ей не было. Вы знаете, Илья, тема переговоров все чаще звучит на повестке дня у пропагандистов, у Пескова, то есть у того же Путина, но с точки зрения Кремля, ведь спецоперация не достигнута, спецоперация, естественно, в кавычках, или это демонстрация, для чего, в принципе, демонстрация этого псевдомиролюбия, мол, что мы хотим мира, а Украина отказывается? Ну, само собой, да, то есть, ну, во-первых, никто не знает, где цели и задачи этой, так называемой специальной военной операции, где они заканчиваются, где они начинаются, потому что нам ни разу их слуха не произнесли. И когда Кремлю понадобится, он объявит, что они были достигнуты. Наконец-то мы узнаем, что в них заключалось. По телевизору расскажут, и вот эти там основная аудитория, которая перед телевизором сидит, она в это все и поверит. Ну, конечно же, это игра скорее на весь мир и на какие-то страны или там на население стран, которые сомневаются и думают, ну, не может же быть режим Путина таким ужасным, что он шантажирует Украину и Европу ядерной бомбой, что вот он уничтожает инфраструктуру мирных городов. Не может же быть настолько ужасным. Они же говорят о мире, и вот это вброс, то есть это же ориентировано не на то, чтобы Киев реально сел за переговоры, и как будто бы в этом есть какой-то смысл. Нет, это игра на то, чтобы какие-то страны в Индии или в Китае какие-то силы там заговорили, ну, смотрите, но они же все-таки не за войну, они в каком-то смысле призывают за мир, а это как в кредитном договоре с очень плохим банком, где, да, вам предлагается, допустим, кредит, но дальше ты как бы видишь очень мелким почерком на каких-каких-каких условиях, а условия там прописаны исключительно Кремлем, и это не условия мира, а условия капитуляции. То есть не надо путать, что когда говорит Кремль и Песков мир, они подразумевают капитуляцию Киева, и, соответственно, никаким реальным мирным договором паритетным это точно являться не может, особенно для страны, которая эту чудовищную войну развязала. Илья, вот, наверное, с этого вопроса стоило бы начать, учитывая вот новость, которую мы вот перед общением с вами рассказывали, вот вы, кстати, ее слышали, да, тоже. Хотелось бы узнать вот вашу реакцию по поводу этой ситуации, произошедшей на дожде. То есть что это может быть? Какая-то вот действительно вырванная из контекста фраза, или может быть оговорка, может быть какая-то просто элементарная ошибка в нашей профессии, как и любой другой, это случается тоже. Смотрите, я бы тут две вещи сказал. Во-первых, и формулировка, которую ведущий Коростелев выбрал, она была не вполне корректной. И нужно учитывать условия, в которых вещает дождь. То есть я точно уверен, потому что я посмотрел большую часть эфира, я вот сделал себе такой труд. Я посмотрел, а может быть, он в других каких-то местах что-то говорил о том, что собирается амуниция, снаряжение для российских войск. Нет, об этом там речи и не было. Никакой речи в этом эфире точно и в других эфирах дождя не было. О поддержке российской армии, которая действует на территории Украины. Это, конечно, очень криво смороженные слова. Но вот что я хочу сказать. Я не знаю, и понятное дело, может быть, в глазах украинцев это и не оправдывает телеканал Дождь. Но так или иначе, ему нужно находить какую-то общую почву для взаимодействия с российской аудиторией, которая сомневается, которой нужно объяснять, что на войне происходит с людьми, которые туда отправляются. Какие чудовищные условия ждут тех, кто будет подвержен мобилизации, что их там бросят с тремя рожками ржавых боеприпасов в автоматах, где их генералы кинут. Вот про это все нужно рассказывать. И эти подробности и свидетельства нужно собирать Дождю. Им нужно обращаться к родственникам мобилизованных, к родственникам, набранным на войну, и говорить, мы хотим помочь вам. Но подразумеваю, что в первую очередь мы хотим объяснить всем остальным россиянам, чтобы они ни в коем случае своих родственников на фронт не отпускали. И Дождь все эти месяцы он занимался упорно и усердно этой работой. Он рассказывал о том, как ужасно выглядит, в том числе и для россиян. То есть не говоря уже об этической ответственности страны, которая развязала эту войну, но и любой человек, который окажется в этих условиях, он будет не просто 200 или 300 тысяч рублей получать и находиться в шикарных условиях. Нет, Министерство обороны Российской Федерации, оно даже для этих людей, которых пытаются сделать убийцами на территории Украины, оно и их не может обеспечить каким-то вменяемыми условиями для того, чтобы им в окопах сидело в степле. Нет, этого не делается. И об этом рассказывал телеканал «Дождь», и он рассказывал об ужасах войны. Поэтому я понимаю, какой уровень хейта в эти дни вылился на «Дождь» и на Алексея Коростелева. Но мне кажется, это увольнение неправильным. И мне кажется, что слова, которые были произнесены, они действительно произвучали плохо. Но в итоге, исходя из многих часов того, что производит «Дождь», каким репортажем он снимает, это реально вырвано из контекста. Ну, возможно, вопрос стоял между увольнением его и между тем, чтобы они, в принципе, покинули страну. Да, да, да. К сожалению, вот приходится в «Дождю» выбирать, между Молотом и Накоальней они находятся, потому что нужно, с одной стороны, работать на российскую аудиторию, и каким-то образом для людей, которые, ну, не пришли еще, может быть, к окончательным выводам о том, что вот эта война — это ужас, кошмар, и это гибель и соседей, которые живут через границу с Украиной, и гибель ваших детей, ваших мужей, которых вы отправите на войну. Вот с ними нужно находить общий язык, и нужно каким-то образом находить общий язык с населением и гражданами Латвии, которые напряжены и этой обстановкой, и тем, что российские журналисты там работают, и политиками Латвии, которые, в том числе, иногда пытаются на этом себе какой-то капитал заработать, просто потому что, ну, это бывает легкой темой для того, чтобы найти внутреннего врага и вычислить его. Ну, да, к сожалению, для того, чтобы яд вот этот не распространился по телу телеканала, вот решили так ампутировать ведущего, но мне кажется, что это не вполне правильное решение с точки зрения корпоративной этики канала, но, с другой стороны, ну, я никогда не оказывался в таких условиях, как руководитель, поэтому тут уж не могу ничего сказать. Я, по крайней мере, телеканалу «Дождь», как бы там ни сложилась дальше ситуация, желаю, чтобы они продолжали заниматься трудом, который направлен на то, чтобы эта война скорее закончилась, и чтобы как можно больше граждан России поняли, что ни в коем случае в этом нельзя участвовать, поддерживать, и своих родственников отпускать туда тоже не стоит. Илья, вот вернемся к вопросам российской пропаганды, кремлевской. Можно ли найти такую, что называется, общую точку соприкосновения вот между новой тактикой российской армии, имеют вот эти вот постоянные массированные обстрелы украинской энергетической, в том числе инфраструктуры, с последующими, очевидно уже, как сам Песков подтвердил, желанием Украины выйти на Кремль с переговорами соответствующими, то есть фактически заставить, принудить Украину к миру, вот именно тем, с повестками в пропагандистских эфирах, вот насколько вот они, что называется, подстраиваются, ну или их подстраивают, что, в принципе, было бы правильнее сказать. — Вы имеете в виду, как сейчас в российских эфирах оправдывают эти удары по инфраструктуре? — Да, 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 совершенно. — Ну, смотрите, тут довольно забавная метаморфоза, ну как забавная, то есть если вообще говорить об уровне людоедства и чудовищности, которая во всем этом присутствует, то, да, забавная метаморфоза, вот, если можно вообще так выразиться, потому что если в октябре после того, как отступили российские войска из Харьковской области, говорили о том, что это какая-то вынужденная мера, в телеграм-каналах там, конечно же, вопили вовсю о том, что нужно мстить и так далее, и так далее, то в ноябре, вот весь ноябрь уже прослеживалась такая линия поведения, что это буквально гордость для российской армии, что мы бьем по этим инфраструктурным объектам, что, значит, больше ни поезда не будут ездить, не смогут заряжаться там, значит, каким-то образом от электричества подразделения украинской армии и так далее, и так далее, и в отсутствие каких-то, вообще, каких бы то ни было побед, уничтожение быта обычных украинцев, обычных людей мирных, это преподносится за победу. Уничтожение жизни людей для того, чтобы показать им, что вам нужно сдаться и каким-то образом капитулировать. Вот так это сейчас происходит, то есть это какое-то абсолютное расчеловечивание людей, которые находились в кадре, потому что раньше они хотя бы как-то притворялись казаться, ну, людьми, которые за традиционные ценности, за христианство или еще за что-то, но это вот чистой воды какой-то, ну, пещерные люди таким образом, я думаю, не мыслили. У них, по крайней мере, не было ракеты ядерного оружия, это все находится вот в руках у наших вооруженных сил, и вооруженные силы телевидения, они это сопровождают какими-то очень радостными реляциями, и, к сожалению, это меня пугает, ровно потому что ничего человеческого, к сожалению, сейчас в этих дискурсах совершенно не остается. Вооруженные силы телевидения звучит очень интересно. Все чаще российская пропаганда с экранов ТВ говорит о расправе над так называемыми врагами России, над инакомыслящими. Это такие эдакие смерч Сталина. Скажите, насколько реально он возрождается в России, я вот здесь говорю не только об арестах, но уже о внесудебных убийствах. Ну, смотрите, пока что, наверное, больше разговоров об этом идет. То есть люди какого-то первого порядка, которые должны были покинуть страну, они уехали, самые смелые они остались, и, в общем-то, оказались в тюрьме уже. Сейчас там такая, наверное, обстановка будет складываться, когда будут искать в своей среде, в среде чиновников, в среде пропагандистов, тех, кто работает недостаточно усиленно или кого можно просто-напросто подставить для того, чтобы занять его место, написать на него донос для того, чтобы получить более хлебную должность. Я бы, ну, сейчас каких-то вот явных расправ, связанных с убийствами и так далее, их не происходит, потому что те, кто остался в России, они либо молчат и запуганы, либо, собственно, ищут какие-то пути для того, чтобы уехать и смело говорить. То есть из-за войны, из-за того, что оказалось, что можно просто так уничтожать города, бомбить дома, так и своим населением можно поступать точно так же. Поэтому, конечно, российские войска стреляют по Украине, но это запугивает и более-менее свободно мыслящих людей в России, для того, чтобы они воздерживались от какой-то критики. И количество людей, уехавших сейчас, ну, зашкаливает. Но так или иначе, да, разговоров о СМЕРШе, о том, что нужно выискивать шпионов, их по телевизору намного больше. И как раз эта среда уже говорит больше даже не о инакомыслящих, о либералах или оппозиционерах, а говорит о том, что нужно это делать в своих рядах, среди чиновников, которые как-то с бюджетами не так поступали, среди деятелей телевизора, которые что-то не то произносили, и каких-то не тех взглядов недостаточно, они готовы поддерживать президента. Но вот я думаю, что какие-то подвижки в этом смысле мы после Нового года уже заметим, потому что невозможно накачивать агрессией из месяца в месяц, чем, кстати говоря, занимается Владимир Соловьев. Это сейчас его любимая тема о том, что людей нужно расстреливать, нужно возвращать смертную казнь. Мы слышали на встрече Путина с судьями о том, что это вообще повестка звучит, о том, что нужно возвращать смертную казнь. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что это не случайно сейчас все происходит. Вот говоря о пропагандистах, еще, наверное, не лишним будет вспомнить о российских Z-военкорах и их телеграм-каналах. Вот еще летом среди них можно было встретить довольно какие-то смелые даже такие вот изречения, критичные довольно по отношению к власти, ну, по крайней мере, к командующим, к Министерству обороны. Потом это немного поутихло. То есть, получается, их тоже взяли, что называется, под колпак, и они тоже теперь работают исключительно вот по вот этой калининбургской методичке. Ну, конечно. Там, на самом деле, такой яркий был момент, когда был последний раскол по Z-военкорам. Это, наверное, отступление из Харьковской области. И тогда очень много было криков и очень много критики по поводу высшего командования в Российской Федерации. А потом, когда было бегство из Херсона, уже этого не было, как будто бы с ними отработали эту схему. Потому что между отступлением из Харьковской области и Херсона как раз были сообщения о том, что за своевольную трактовку информации будут уголовные статьи, и даже назывался список из 12 или из 13 телеграм-каналов, которые могут за это поплатиться. И дальше они вели себя очень аккуратно. Нужно же понимать, что они же черпают и финансирование все от структур, которые близки к Министерству обороны или к структурам вроде ЧВК «Вагдар». И поэтому на них уже по-другому можно давить. Можно им говорить, что вы этого финансирования в следующий раз не увидите. Можно говорить, что вы получите уголовную статью только. И, соответственно, мы видим результаты этой работы за последние полтора месяца. То есть самый яркий критик этой войны, это обозреватель и военный преступник Гиркин Стрелков. Он сам отправился на фронт. Вот мы видели недавно его фотографию, но никто не знает, когда она была сделана. А все остальные просто спрятали язык в одно место в штанах. И молчат, по сути говоря. То есть Министерство обороны больше не критикуются, неполадками на местах они не разбираются. Мне кажется, что тут метод кнутая пряника, то есть вопрос денег и вопрос того, что действительно, если вы хотите продолжать работать, а не погибнуть от снаряда, или как разбился бывший замглавой оккупационной администрации Стримаусов в непонятных условиях, то вам нужно быть намного аккуратнее, потому что на линии фронта, на линии соприкосновения может произойти всякое. В общем, они стали аккуратнее действительно. Илья, еще, наверное, финальный вопрос. Наблюдаю за вашими видео в Ютьюбе. Вот напоследок хочу спросить, какая сейчас, в принципе, тенденция в российской пропаганде в плане между собой? Сейчас происходит определенная война между российскими пропагандистами? Да, конечно, конечно, происходит. Вот, кстати говоря, мы заговорили с вами про Z-военкоров. Вот они меньше критикуют Шойгу, например. И вот активизировался ваш украинский, но он же и не совсем украинский, одновременно блогер Анатолий Шарич, потому что в основном ругает Министерство обороны из Испании он. И он подключился к вот этому противостоянию. Ну вот как будто он тоже стал к стороной конфликта. И накинулись на него люди, которые повестку Министерства обороны отрабатывают на наших телеканалах. Это тоже бывшие украинцы. Значит, к ним подключились еще другие люди. Там Владимир Соловьев опять объявил, что нужно смерть. Да, там, конечно, интересная кутерьма сейчас происходит совершенно, потому что, ну, действительно, и методички не работают, и война, когда движется не так, как получается, то никто не хочет с ней ассоциироваться, и он начинает от нее остраняться и искать врагов, кто же предатель на информационном поле. Поэтому там действительно любопытная ситуация складывается. Вот деятельность тоже Z-каналов Анастасия Кашеварова, она в страшном конфликте с Владимиром Соловьевым, аниматом друг друга посылает. В общем, ситуация интересная, если хотите посмотреть программу «Зомбоящик», там это вкратце рассказывают, для того, чтобы сейчас не сыпать кучей имен и не загружать зрителя, которого не обязательно, на самом деле, погружать глубоко вот в эти тонны массы одной, вот, вонючей. Вот, ну, можете посмотреть в программе «Зомбоящик», да, там действительно интересный процесс происходит, правда, пока что, мне кажется, что мы только начинаем видеть, вот, как... Как они сами себя сожрут. Как они сами себя сожрут, как эта банка с пауками набралась, и, ну, вот, что там будет происходить, это вот тоже вопрос ближайших месяцев. Пока что мы первую, там, одну из первых глав читаем в этой книжке. Ну да, и в этом случае, конечно, запасаемся попкорном, как говорят в таких случаях. Спасибо большое, Илья. Илья Шипелин, российский оппозиционный журналист. Мы говорили о смене риторики в российской пропаганде, ну, и как там все, все больше и больше напоминает вот ту самую банку с пауками. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.